Это Бульзня и мы продолжаем. Полиция Вашингтона продолжает расследовать причины инцидента, произошедшего в окрестностях Федерального Капитолия в минувшую пятницу. Водитель автомобиля протаранил патруль полицейских, затем вышел из автомобиля и бросился на них с ножом. В ответ раздалась стрельба. Подозреваемый скончался. Двое полицейских Капитолий доставлены в разные больницы и с тяжестью в сердце я вынужден объявить, что один из наших офицеров скончался от полученных ран. В полиции Капитолия настаивают. Произошедшее это не акт терроризма, при этом, как сообщают следователи, мотивы нападения им пока не ясны. На инцидент отреагировали военнослужащие нацгвардии. В Капитолии они несут постоянную вахту после событий 6 января. В объективы телекамер попала колонна солдат. Она буквально бегом передислоцировалась на местности. В момент последнего нападения Байдена в городе не было. Глава Белого дома находился с визитом в Кэмп Дэвиде, штат Мэриленд. Конгресс может сыграть лишь незначительную роль в преодолении кризиса на южной границе. Основная ответственность лежит на президенте Байдене и федеральных ведомствах. Так думают некоторые законодатели. Умеренный демократ сенатор Джон Тестер заявил, рецепты преодоления сложившейся ситуации ему не ясны, но проблему притока мигрантов, в том числе детей, без сопровождения решать как-то надо. Не думаю, что нужен законопроект, продолжает размышлять Тестер. По его мнению, на южных рубежах должны быть задействованы люди и технологии, чтобы остановить вот этот тут нескончаемый поток. Член юридического комитета Сената демократ Шелдон Уайтхаус прямым текстом заявил, большая часть людей, большая часть того, что происходит на границе, относится к компетенции исполнительной власти. Но большинство демократов, похоже, не расположены к политически опасным дискуссиям по вопросам миграции. С учетом того, что им едва ли удастся перетянуть на свою сторону 10 республиканцев для преодоления процедурных препятствий при ратификации законопроекта в американских органах компетентных. Сенаторы-демократы говорят, что не видят у республиканцев желания включиться в работу на двухпартийным законопроектах. На днях делегация из 19 республиканских сенаторов прибыла на южную границу Соединенных Штатов, чтобы привлечь внимание общественности к обостряющейся проблеме. Законодатели заявили, что дети-мигранты содержатся в тесноте и подвергли администрацию Байдена критики за то, что она не допускает СМИ на эти объекты. Я скажу, что наша забота и наше внимание сосредоточены на том, чтобы послать четкий сигнал контрабандистам и тем, кто пользуется их услугами. Сейчас не время отправлять своих детей через госграницу. Мы должны сейчас сосредоточиться над преодолением проблем, которые стали коренной причиной стихийной миграции. Республиканцы хотят сосредоточить внимание на политике Байдена вместо того, чтобы подчеркивать свою оппозицию идеям демократов по пересмотру миграционного законодательства. В частности, сенатор Лениси Грэм сыграл ключевую роль в разработке всеобъемлющей миграционной реформы, которая была одобрена в 2013 году в Сенате, но провалилась, напомним, в контролируемой республиканцами палате представителей тогда. Так вот, Лениси Грэм заявил, что Конгресс может сыграть определенную роль в данный момент. При этом Грэм считает, проблему можно было бы решить быстрее, если бы действующий глава Белого дома вернулся к политике Трампа, от которой администрация Байдена отказалась. Напомним, она разрешила несовершеннолетним мигрантам въезжать в страну. Кроме того, новый президент постановил прекратить возведение пограничной стены, которая велась при поддержке Трампа. При этом некоторые демократы стараются оппонировать. Выдвигают тезис, мол, нынешний приток мигрантов начался до вступления Байдена в должности, что якобы республиканцы преувеличивают драматизм ситуации на местах в своих политических целях. Но пока в кабинетах происходят жаркие баталии, непосредственно на земле разворачивается очередная драма. Вот один из недавних случаев. Двое маленьких детей оказались брошенными прямо посреди пустыни Нью-Мексико и буквально перекинули через 14-футовый пограничный забор. Это просто отражение сломанной иммиграционной системы. Это была неудачная стратегия, результаты которой не являются косвенными. В течение многих лет мигранты семьи с детьми подвергались риску и они продолжают находиться в опасности. К услугам контрабандистов обращаются без всяких угрызений совести. Видео с камер наблюдения опубликовала пограничная служба США. На нем двоих молодых девушек перебрасывают через ограждение взрослые, а потом убегают на мексиканскую сторону границы. В заявлении, опубликованном на прошлой неделе, пограничный патруль отчитался. Оказавшиеся на территории Соединенных Штатов несовершеннолетние были родом из Эквадора. Возраст сестер 3 и 5 лет. Едва ли в пустыне без еды и воды они смогли бы продержаться долго. Пограничники доставили детей на пограничный пост Санта-Тереза. Там они прошли медицинское обследование и отправились в лагерь для мигрантов. Сейчас, как сообщают американские власти, они работают совместно с мексиканскими силовиками, устанавливают лиц, причастных к контрабанде. Напомню, за последние месяцы десятки тысяч мигрантов из Центральной Америки добрались до американо-мексиканской границы. Этот рост обусловлен плохими экономическими условиями в регионе, последствиями разрушительных ураганов в прошлом году и надеждой среди вот этих мигрантов на то, что им будет разрешено остаться в Соединенных Штатах, поскольку Байден отменяет некоторые ограничительные миграционные меры Трампа. Отменяет, не отменяет, но вот в частности... Абонент, не абонент. Ну да, ситуация действительно тяжелая. Но Байден сказал, что простого решения нет. Он наверняка будет оттягивать решение этой сложной ситуации на границе. Мало того, он не хочет, категорически отказывается называть эту непростую ситуацию на южной границе кризиса. Ну они с республиканцем в том смысле в пике вошли, потому что республиканцы хотели принять целую резолюцию о том, что это кризис. А демократы, мол, да, плохо, но не кризис. Ну, понятно, такие политические игры. Смотри, я начал с новости, у нас такая получилась вторая часть в основном про силовиков, либо пограничники, либо полицейские. И мы еще вернемся к тому, с чего мы начали. Это о событиях в Капитолии, которые некоторые называют чуть ли не попыткой второго штурма, хотя, ну, тут, собственно, один человек был. Жертвы есть, да, но все-таки это не какое-то организованное большое количество людей. Ну, Байдена перевезли из Белого дома. Да, Байдену в тот день, не знаю, повезло. Не повезло, был он, да, был он оттуда далеко. Но вот если продолжить тему границы, а Нью-Йорк Таймс, мы знаем, что есть средства массовой информации, которые, ну, как правило, вполне себе заявили о своей партийности во время, не то, чтобы они до этого были беспартийные, но яркая их партийная ориентация начала прослеживаться во время предыдущей каденции, предыдущего президента. Нью-Йорк Таймс, конечно же, в этом смысле едва ли относится к перечню СМИ, которые не определились с Нью-Йорк Таймс, все более-менее с их редакционной политикой, кажется, более-менее понятно. Так вот, они сообщают, что на границе с Мексикой в марте задержано рекордное число мигрантов за 15 лет. Более 100 тысяч. Да, и они сообщают об этом, в общем-то, в статьях. Мы просто напомним, как менялась риторика, когда были вот эти вот караваны мигрантов. Мы знаем, что и СНН, и Нью-Йорк Таймс, конечно же, использовали немножко иные коннотации, формулировки для описания тех событий, которые происходили вот непосредственно там, где имели место быть. И действительно, цифры огромные. Я сейчас уточнил, 170 тысяч приводит такую цифру Нью-Йорк Таймс. Я просто напомню, что буквально в этом эфире ты озвучил цифру 100 тысяч. Да и правда, по данным статистики, которая нам предоставлялась еще на прошлой неделе, абсолютно официально сообщалась именно о такой цифре, и теперь выясняется, что 170 тысяч. Напомню, что население в 170 тысяч – это население такого областного центра. В общем, не самого, конечно, крупного, но такого средненького, там, вроде какого-нибудь там Кургана, Магадана. Ну, в Магадане сейчас меньше, но когда-то там было что-то около этого. И это действительно, если вдуматься, переложить это в реальность, то, ну, представляешь, вот идет на границу количество людей, так вот, целый Магадан. Знаешь, это, конечно, я не могу представить себе. Естественно, мы посмотрим очень скоро репортажи, потому что там разрешили туда допуск журналистов, журналистский групп. Только в некоторые лагеря, и в те лагеря, которые сейчас построил специально для беженцев Пентагон. Ведомство разрешило использовать территории военных баз для того, чтобы в Техасе разместить в основном детей, мальчики отдельно, девочки отдельно. Там построили помещение барачного типа, и там уже эти дети будут располагаться. Потому что в течение 72 часов по закону их нужно держать на границе, потом распределять либо в приюты, либо искать им какие-то приемные семьи. Это огромная бюрократия. Это много бумажек, это много нужно вести переговоров. И для этих целей сейчас правительство Техаса, вот к чему мы клоним? К тому, что назревают несколько внутриполитических конфликтов между местными правителями штатов и Белым домом южных штатов. Сейчас Техас, мы говорили, на прошлом деле просто умолял, сделайте хоть что-нибудь. Мы не справляемся, у нас нет людей. Мы уже просим волонтеров, обычных жителей приграничных городов, пожалуйста, побудьте волонтерами, вот этих детей нужно с ними что-то делать. Но это дети, действительно, ну сердце сжимает. Какими бы циничными не были пограничники, повидавшие многое на своем веку, и те же чиновники, и губернаторы, мэры городов южных приграничных. Конечно, жалко этих детей, но нужно что-то с ними делать, потому что закон есть закон. Мало того, что им проверяют температуру, следят, чтобы дают им воду, обеспечивают водой, едой, матрасами, но ситуация тяжелая, и уже мэры городов просят местных жителей помочь, чтобы они были вовлечены в эту всю катавасию, чтобы они каким-то образом помогали. Ну, конечно, естественно, люди не все соглашаются. Мало того, что вот еще в прошлом году ситуация накалялась, но, может быть, такого освещения со стороны СМИ не было серьезного, но уже тогда, когда ситуация накалялась, люди, сами местные жители вооружались, и, в общем, организовывали такие дружины, и просто патрулировали границы. И мы знаем, что, в общем-то, даже потом возникали на фоне этого конфликты, были суды, потому что многие тогда говорили о том, что, мол, полномочий таких у людей нет. Они никого не задерживали. Да, они просто ходили. Но мы знаем, что, в общем, эту карту тоже пытались как-то разыграть в информационных целях. Ну, и вот, в частности, если мы обратимся к статистике, 18700 детей – это то число, которое вот в этом потоке было сейчас направлено в миграционный центр. Действительно, очень много. Ну, и я думаю, что тут, как пообещал я, вернемся обратно к вот этой вот истории, возникшей в Вашингтоне. Напомню, человек на машине въехал в патруль и дальше вышел с ножом. В результате событий, которые случились, нападавший погиб, погиб еще один полицейский. И, в общем-то, как-то любопытно, что на фоне всего этого обнарудовали социологические данные. Это вот спустя буквально, ну, практически неполных три месяца после событий в Капитолии. И эти данные, которые в данном случае публикуют агентство Reuters, одно из ведущих информационных агентств, говорит о том, что примерно 50% электората, поддерживающего республиканцев, считают, что это был не штурм, а что это была акция, носившая, как они полагают, мирный характер. И что, в общем-то, все произошло так, как произошло из-за участия левых активистов. Собственно, такие данные нам предоставляет агентство Reuters. Ну, и из-за провокации, как они это называют. И, как показал опрос, действительно, 6 из 10 республиканцев также, в общем-то, придерживаются этой позиции. Ну, и столько же республиканцев считают, что экс-президент Трамп должен снова баллотироваться в 2024 году на президентских выборах. Ну, завтра уже расскажем. Трамп зарегистрировался в новую социальную сеть, которую придумал Брэд Паррский, руководитель его предвыборного штаба в 2016-м. Ну, как называется эта сеть, мы можем назвать «Campaign Nucleus». Это подробности завтра. Да, ну что, у рынка тоже грядут перемены, как в том фильме. Ну, насколько они будут глобальны, мы, конечно, увидим, будучи сторонними наблюдателями. Переходим к следующей части «Пульса дня». В Москве начали слушание по существу против Любови Соболь, одну из соратниц Алексея Навального. Ну, и также появились данные социологических обросов относительно того, верят ли жители России в то, что Навальный виноват. Поговорим об этом после короткой паузы. Спасибо.